Введение локдауна и всеобщая обязательно вакцинация в Австрии. На эту тему мы поговорим с нашим сегодняшним гостем, не сидящим и не находящимся здесь в студии, а на расстоянии, далеком. Живущим, кстати, в Австрии. Доброе утро, Илья Баскаков, учитель русского языка в школах Австрии. У нас на связи Илья, доброе утро. Да, доброе, доброе утро. Для нас утро, а у вас сколько? Ой, у нас почти час ночи, так что для меня это, конечно, глубокая ночь. Ну, для вас доброе утро. Расскажите нам, что у вас за события там последнюю неделю произошли? Ну, события произошли, ну, не сказать, что какие-то неожиданные события, потому что если посмотреть на кривую роста, то кривая роста как раз и показывала, что так или иначе Австрия скоро приблизится к тем цифрам, когда придется какие-то мероприятия вводить, какие-то мероприятия, как локдаун. Поэтому, в принципе, с одной стороны, все население Австрии было готово к тому, что ведут локдаун, но когда в пятницу объявили, как всегда, это стало полной неожиданностью. Цифры растут. Растут цифры как и по заболеваемости, так и, ну, самый главный критерий – это наличие свободных мест в больницах. На самом деле, конечно, я вот сейчас открыл статистику, посмотрел, что сегодня циферки пошли вниз, потому что цифра в 15 тысяч новых инфекций, новых заболевших, каждый день прирост, она напугала достаточно сильно. Австрия – маленькая страна, у нас тут 8,6 миллионов живет всего лишь, поэтому цифра больше 10 – это как раз тот порог, когда страна перешла, когда уже стали политики вести дискуссии о том, а не посадить ли всех на локдаун. Обязательная вакцинация – это как? Что она подразумевает под собой? То есть технически как это происходит у вас? Ну, обязательной вакцинации еще нет. Это законопроект, который обсуждается в парламенте и который, скорее всего, будет принят, так как его предложила правящая коалиция, коалиция из двух партий. И все, что пока обсуждают, это то, что с 1 февраля каждый обязан иметь прививку. А, ну, собственно, как у нас QR-код. Каждый житель Австрии, да. Ну, и, видите, с QR-кодами, на самом деле, здесь история довольно-таки давно. Ну, без QR-кода уже никуда не пройти, ни в бассейн, ни в ресторан. Илья, а вот расскажите, пожалуйста, как реагирует на это население? Потому что вот то, что происходит в России, я думаю, вы наверняка и с родственниками общаетесь, и читаете. Как население в Австрии реагирует на все вот эти ограничительные меры? Слушайте, население реагирует по-разному. Потому что большинство, конечно, давно вакцинировано. Ну, процентов 60-70 по разным данным. Где-то говорят, что 76. Вот. Но мне кажется, что это гораздо больше 60. В основном все население вакцинировано. Притом часть уже идет ставить третью прививку, бустерную вакцину. Отчасти потому, что у кого-то стояла Астрозеника. Ну, и Астрозенику уже не ставят. Ставят сейчас Pfizer либо Moderna. Хотя в Вене вот на выходных была многотысячная демонстрация. Примерно 40 тысяч человек протестовали против мер коронавируса. В моем городе, в котором я живу, в Линце тоже была демонстрация. Но, в принципе, эти демонстрации прокатились по Европе в целом. Ну, они были условно мирными. Хотя за такое бы в России, конечно, людей посадили бы в тюрьму. Ну, потому что люди кидались на полицейских, кидали бутылки. Ну, не зажигательной смесью, просто бутылки. Ну, и кто-то в стычке. Ну, вот кого-то, конечно, полиция захватила. И сейчас будут принимать решение. Касательно обязательно вакцинации, которая с 1 февраля, скорее всего, будет, будут введены штрафы для тех, кто не вакцинирован. Сейчас идет речь о 3600 евро. Ну, и, собственно, штраф, конечно, не освобождает от обязательной вакцинации. Илья, а если среди ваших, может быть, знакомых, не знаю, или просто коллег по работе, те, которые обходят QR-коды какими-нибудь незаконными путями. Ну, вот у нас очень часто говорят, что то одного поймали, значит, имея незаконный сертификат, да, поддельный, иначе говоря. Как там обстоят дела с этим? И сложно ли этот QR-код получить, да? Какое количество... Вот у нас 21 день сейчас от первой до второй вакцины, и только потом мы можем на руках иметь этот заветный квадратик. Здесь, в принципе, такая же история с тем, что нужно, чтобы прошел 21 день после второй прививки. Про черный рынок покупки QR-кодов я, если честно, не сталкивался, потому что у меня в основном все вакцинированы, хотя есть некоторые учителя, которые против вакцинации. Ну, у них доводы примерно такие же, как у тех людей, которые выступают против вакцинации и в России в этом плане. Никто особо не отличается. Как эти люди живут без QR-кодов? Ну, я не знаю. Они, видимо, просто не ходят в кафе, не ходят в бассейны, они никуда не ездят. Но у нас нет QR-кодов на транспорте, это важно. Что на транспорте никто не проверяет. И транспорт, ну, открыт для всех. То есть нет такой истории, как, например, в Казани. Вот. А насчет возможности покупки QR-кода, я, честно говоря, ну, не знаю. Не думаю, что этим кто-то занимается. Скорее... Но здесь есть обязательное правило, но раньше было правило 3G, G-инфт-гетест и тодогенезен, переболел, привит переболел или протестирован, потому что у нас здесь достаточно такая нормальная возможность тестироваться, выдают бесплатные ПЦР-тесты в аптеках, кто может самостоятельно это дома делать. Ну, либо антиген-тесты, которые тоже быстренько сделал, либо сам, либо на специальных тест-штрассах, на специальных пунктах тестирования. Вакцинируют ли детей? Ну, и вообще тема вот вакцинации детей, как у вас там с этим вопросом стоит? Вакцинируют, вакцинируют. И школьников, старших школьников, их прививают достаточно давно, с начала учебного года, с середины сентября. Вот. Сейчас речь идет о прививках от 5 лет. Но я, если честно говоря, не знаю, насколько там продвинулась вот эта вот история, а старшие, ну, ребята, получается, это подростки, с 12 лет, может, даже с 10, они точно имеют право на вакцинацию. Ну, это, конечно, история добровольная. Стоят в очередях уже. Вам большое спасибо, Илья. Ну, знаете, на самом деле, в очередях, кстати, в очередях люди действительно сейчас стоят на прививку. Несмотря на то, что прививочная кампания ведется уже достаточно давно. Ну, здесь наложилось. Кто-то за первый, а кто-то идет уже за третий. Угу. Спасибо. Спасибо, Илья. Баскаков, учитель русского языка в школах Австрии. Мы делали включение именно из этой страны. Поговорили о будущем локдауне, который, точнее, о будущей обязательно вакцинации уже при существующем локдауне в этой стране. Продолжим программу. Продолжение следует...